Серьезная авария с участием двух машин на трассе Сыктывкар-Ухта. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель внедорожника, который потерял управление и оказался на встречке. Двигаясь на 135-м километре автодороги Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Наринмар, со стороны Ухты в направлении Сыктывкар, при совершении обгона впереди движущегося в попутном направлении транспортного средства, не убедился в безопасности совершаемого маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114 под управлением мужчины 2004 года рождения, который двигался во встречном направлении. Сам виновник ДТП получил ушибы и от госпитализации отказался. А вот водителю легковушки повезло меньше. 19-летнего юношу с переломом ноги сразу в трех местах госпитализировали. На следующий день в Печоре дорогу не поделили еще два автолюбителя. Джили Атлас, двигаясь по улице Ленина на запрещающий красный сигнал светофора на регулируемом перекрестке Ленина-Комсомольска в районе дома 19. По улице Ленина не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093. Водитель, который двигался по улице Комсомольска на разрешающий зеленый сигнал светофора. Водители-пассажиры Лады получили сотрясение головного мозга и ушибы. Второй участник аварии водитель кроссовера не пострадал. От травм 69-летнего мужчину спасли пристегнутый ремень и подушки безопасности. Полицейский выясняет обстоятельства еще одной аварии, которая произошла под Сосногорском. Управляя автомашиной «Лада Гранта», двигаясь по автодороге подъезд к городу Сосногорску, на первом километре данной автодороги не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил наезд на препятствие «Снежный вал». Справа по ходу движения с последующим опрокидыванием на проезжей части дороги. В ДТП пострадал сам водитель. Он получил травму в виде ушиба правого плеча. Водительский стаж у мужчины с 1969 года. В Усть-Цилимском районе по вине нетрезвого водителя пострадал 8-летний ребенок и 42-летняя пассажирка «Лады». Не имеющий водительских прав мужчина не справился с управлением и протаранил трактор, который стоял на обочине. Виновник аварии прошел медицинское освидетельствование. Тест показал, в момент столкновения он был сильно пьян. Нарушителя по решению суда поместили под административный арест. Водительское удостоверение – важнейший документ для автолюбителя. В случае остановки на дороге именно его в первую очередь потребует инспектор ДПС. С 1 апреля вступили изменения для получения, продления, замены и восстановления водительских прав. Что нового ждет автомобилистов, в рубрике «Полиция сообщает» расскажет представитель МВД Виктория Морохина. Прежде всего, изменения коснулись сдачи экзамена на права. Требования к будущим водителям, особенно иностранцам, ужесточили. А вот сам экзамен на вождение стал издать немного проще. Также внесены поправки в положение о лицензировании автошкол. По новым требованиям иностранным подданным и лицам без гражданства разрешено управлять транспортными средствами при наличии национальных или международных водительских удостоверений только в течение года после получения вида на жительство или гражданство Российской Федерации. Россиянам, которые получили права за рубежом и вернулись в страну, необходимо заменить документ в течение года. Иначе штраф до 15 тысяч рублей. Водителям мопедов, мотоциклов и ликовых автомобилей необходимо сдавать только теорию. Учиться заново в автошколе не нужно. А вот автолюбителям, управляющим крупногабаритным транспортом и автобусами, нужно предоставить документы прохождения обучения, а также пройти теоретические и практические экзамены. Медицинское свидетельство на до сдачи экзаменов придется проходить всем. Учащимся автошкол при сдаче инспектором ГИБДД практического вождения разрешили чаще ошибаться. Раньше новичку допускалось набрать только 5 штрафных баллов. Сейчас уже 7. Если автомобилист не сдал вождение 3 раза, прийти на следующую пересдачу он сможет не ранее, чем через полгода. Но не позднее 9 месяцев со дня последнего экзамена. Изменятся сроки сдачи экзаменов после решения прав за нетрезвое вождение или непройденное медосведельствование на состояние опьянения. Ранее правило разрешали таким водителям заново сдавать теорию, если прошло больше половины срока наказания. По новым требованиям нарушители не будут допускать переэкзаменовки в течение года. Автомобилисты, которые воспользовались услугами так называемых серых автошкол, серьезно рискуют. Их просто не допустят к экзаменам в ГИБДД. Образовательные организации могут обучать будущих водителей только при наличии учебно-материальной базы, которая соответствует установленным требованиям. Если у автошколы нет такого заключения, она не получит лицензию на ведение образовательной деятельности или не продлит уже действующую. Получение водительского удостоверения всегда было волнительным моментом для каждого автолюбителя. Чтобы не остаться без заветной карточки, необходимо тщательно подойти к выбору места обучения и подготовки, имея на руках права вовремя их менять. И, конечно же, не садиться за руль в состоянии опьянения. Вернуть утраченный документ теперь будет гораздо сложнее. Продолжение следует... Продолжение следует...